Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В конкурсе «Любовь года» лидирует пара Никита Кузнецова и Дарины Маркиной. Кузнецова поддерживают очень многие бывшие участники – влюминкранцы, кузины и другие. В журнале проекта появилась информация о том, что Никита, находясь в отношениях с Дариной, вел переписку со своей бывшей девушкой Женей Алаевой, а также выезжал к ней за периметр для встреч. Кузнецов все опровергает. Он говорит, что его бывшая таким способом хочет попасть на Дом-2. У Фила Кострубова тоже объявилась бывшая девушка. Она сообщила о нем много неприятных вещей. Якобы Кострубов неоднократно ее избивал. Также он какое-то время спокойно жил за ее счет. Лера Фрост и Захар Саленко снова разругались. Захару не понравилось то, что Лера вмешалась в его конфликт с Алексеем Купиным. Майя Адонцова приревновала Алексея Купина. Алексей сфотографировался с девушкой своего друга, и Майя увидела это фото в телефоне. Купин говорит, что, если честно, иногда я даю Майе повод поревновать, чтобы посмотреть на ее реакцию. Надеюсь, она понимает, что это шутки. Маша Кахно простила Сашу Черно после недавнего конфликта из-за Иосифа Аганесяна. Кахно сдружилась с Машей Филиповой. Они сейчас живут вдвоем в женской спальне. Филипова ее поддерживает, не дает скучать, учит проще относиться к жизни и к мужчинам. Ольга Бузова рассказала о своих планах. Она выступит на новой волне в Сочи. Для нее это большая честь. Андрей Чуев опубликовал фото с тещей. Женщину тоже зовут Виктория, как и его девушку. Скоро она переедет к ним жить. Надя Ермакова опубликовала свое старое фото и вспомнила, какой она пришла на проект. Она советует своим подписчикам быть авантюристами, верить в мечту, не предавать ее, быть упертыми. Вика Боня призналась, что у нее давно уже есть новый муж. Правда, подробностей не раскрыла. Эллину Камерен сфотографировали в одном из торговых центров Москвы. Она шокировала своим видом. Спортивные треники в сочетании с кожаной курткой – это наряд гопника, но никак не любовница-олигарха. Стали известны подробности свадьбы Алены Водонаевой. Она состоится 11 сентября в Санкт-Петербурге. Первую ночь они проведут в шикарном отеле, а затем отправятся в Тель-Авив. По словам Водонаевой, это брак по любви. Она никогда не стремилась найти себе состоятельного мужчину, а с Алексеем ей очень интересно, у них общие цели. Саша Задойнов 1 сентября пошел учиться. Он поступил в Ярославскую сельхозакадемию. Ольга Рапунцель в недавнем прямом эфире в очередной раз опозорилась. Она случайно повернула камеру, и все увидели, в каком бардаке живет семья Дмитренко. Также Ольга подтвердила свою беременность в очередной раз, рассказала о том, что зачатие произошло еще на проекте. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok